На высоком уровне высокопоставленные заявления практически каждый день звучат. Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, с Белоруссией, это просто поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что не собираются поставлять снаряды на Украину с объединённым ураном. Повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями, это очевидная вещь. Но даже вне контекста этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Прямо перед встречей с прессой узнали об этой истории. Александр Григорьевич прав, он говорит, ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники, почему американцы своим союзникам делают, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их лётчиков использовать при необходимости этот вид вооружения. Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Вы, как президент страны, в которой тоже несколько лет назад была проведена пенсионная реформа, как воспринимаете это? Уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолёты, самолёты белорусских ВВС. Десять самолётов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», и он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.